От комических до трогательных, а иногда даже трагических. Речь идет о японском искусстве комического устного рассказа Ракуго, который берет свое начало с 16 века. Их рассказывает всего один рассказчик, сидящий на возвышенной сцене. Один из них член Ассоциации английской Ракуго, автор современных произведений Чиокома. Сегодня я продемонстрировала свои навыки Ракуго. На самом деле это очень интересно – рассказывать людям разные истории и просто дарить зрителям хорошее настроение. Самое главное в этой профессии – эмоции. Изменение голоса персонажей, выражение лица, поведение и жестикуляция. Это помогает зрителям окунуться в историю рассказа, тем самым создавая позитивное настроение. Я думаю, что такие мероприятия имеют большое значение для укрепления дружбы между нашими странами. Для нас честь знакомить вас с культурой Японии. Член английской ассоциации Ракуго исполняет Ракуго на английском языке, как в Японии, так и за рубежом. Среди традиционных японских искусств он остается одним из наиболее популярных. Например, этот рассказчик исполняет Ракуго с 1997 года. Мы специально приехали, чтобы подарить всем японское традиционное искусство Ракуго. Я думаю, что вам было интересно. Спасибо, что смотрели наше творчество. Мероприятие, организованное посольством Японии в Кыргызстане, еще больше укрепит многовековую дружбу двух народов и единство двух стран, отметили в посольстве. Сегодняшнее выступление является частью официального мероприятия, проводимого в рамках 30-летия дипломатических отношений. Почему мы начали с Ракуго? Мы хотим знакомить, популяризировать японский язык и культуру среди молодежи. Отметим, в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.